Сегодня в 10-м часу утра в переулке Косвинском, что на вторчермете, неожиданно вспыхнул голубой двухэтажный дом за номером 34. На первом этаже которого дислоцируется кафе восточной кухни «Семь братьев», известное как «Шашлычка». А рядом с домом впритык находятся автомойка и шиномонтажка. По словам соседей, огонь начал плясать с жилой части, от трубы на крыше голубого дома. Откуда пожар-то начался у него? Да вот, а чёрт не знает, из хаты. С этой? С этой пищи. Труба где? Вот труба тащит. Супину чего? А что-то очень быстро она махом прям распространилась. И на дом перекинулась, да? Оно по-моему-то пошло, конечно, и дом заполучал, все сразу. Крыша. Крыша. А что у них здесь находится? А что у них тут? *** не знаю, что у них тут. Бардак тут. Огнеборцы 97-й ПСЧ на место воспаления прибыли быстро. А вот специалисты Екатеринбургской электросетевой компании подзадержались. И какое-то время дом с полыхающей крышей находился под напряжением. А протокол поведения запрещает огнеборцам тушить в такой ситуации. Это обстоятельство, конечно, сильно осложнило процесс борьбы с огнём, но зато дало возможность окрестным зевакам и телезрителям насладиться искромётностью данного воспаления. Необесточенные провода обгорели и начали красиво и даже эффектно коротить возле пылающего забора. Вот помнится, раньше говорили «из искры возгорится пламя», а тут наоборот. «Из пламя возгорится искры». Вот так иногда и бывает, что у огнеборцев и вода есть, и желание её лить есть. Но из-за нерасторопности электриков красный петух упрямо и без сопротивления прорывался с крыши на первый этаж к шашлычке «Семь братьев». Местные обитатели второго этажа, поняв, что электрики могут добираться до места ещё очень долго, стали с помощью спасателей спасать наиболее ценные вещи из-под крыши дома своего. Ну вот появились электрики из ЕСК. Здание обесточили, заполнили форму допуска на тушение пожара на отключенном энергооборудовании. Но читай обломали блистательно сверкающую искрометность. И понеслася. Открытым огнем горит кровля. Из окон второго этажа идет густой черный дым и горят надворные постройки. Незамедлительно начальникам карула по обстановке был поднят ранг пожара до пожара 1БИС с целью привлечения дополнительной техники. На тушение пожара было подано 6 стволов УРСК-50, 1 ствол УРСК-70, проложено 3 магистральные линии длиной 150 метров и 2 линии по 100 метров. Очень прикольненько было наблюдать за тем, как местные жители помогали огнеборцам. Каждый в меру своих сил и технической оснащенности. Один орошал горящую автомойку из мойки высокого давления фабрики Керхер, а другой по старинке наполнял жидкостью ведра. А еще очень символичным на этом пожаре показался такой факт. Пожарная магистраль оказалась дефлорированной ровно в том месте, где еще несколько минут назад красиво летели искры. Их не стало. Но зато жидкость, не санкционированно орошавшая забор на сентябрьском солнышке, дисперсировала в радугу. И это было не менее красиво, чем искры. На площади 300 квадратных метров сгорела кровля. Повреждена внутренняя отделка и помещение второго этажа двухэтажного частного жилого дома. На первом этаже располагалось помещение, которое оно не пострадало. И также надворные постройки и помещение автомойки и шида монтажа размерами в плане 10 на 15. На данный момент пожар локализован, угроза расцветления пожара нет. Пострадавших на месте пожара нет. Сложность в тушении пожара представилась в том, что была плотная застройка. Рядом находились частные жилые дома. Существовала угроза расцветления пожара на соседние постройки. И на посажок, друзья, прочувствуйте символизм чисел. Сколько огнеборцев и единиц техники приехало тушить дом с семью братьями? Значит, на месте пожара задействованы все единицы пожарно-спасательной техники. Работает 21 человек личного состава.